Не забуду случай на вокзале. Я в поездке дальний был тогда, ждал свой поезд. Сидя в шумном зале, за окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина, спешка, суета, как балаган. Вижу в зале движется мужчина, медленно качаясь, видно пьян. Шел он как-то странно, ковыляя, подошел ко мне и стал просить добрых человек. На чашку чая дай мне, чтобы я мог перекусить. Отглядев его неторопливо, я решил на пьяницу похож. Не на чай ты просишь, а на пиво, думаю, меня не проведешь. На его слова, не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой, дал понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сидение, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес, я знал, что ты не дашь. И пошел походкой у гусиной. Но перед тем, как он в толпе исчез, я увидел, под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно. У него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом. По походке пьяницу узнал. Как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял. Да и речь его была нормальна. Несомненно, в здравом он уме. На отказ ответил он мне печально. Как бы сожалея обо мне. Совесть жгла. Душа моя болела. Оказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела. И его я вдруг увидел вновь. Он сидел в лавке, в заколке, чтобы на виду у всех не быть. И жевал кусочек черствой булки, не имея чем ее запить. Встал. Пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету, а лечу. И теперь не только чашку чая, все, что он захочет, оплачу. Он вошел туда, а я у двери жду немного. И выхожу в буфет. Оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез. Его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге. Спрашиваю, здесь такой-то был инвалид хромой на обе ноги? Говорит, такой не заходил. Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю. Дверь была в буфете лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходил из ума. Если так, Христос к своей невесте подойдет голодный, а она говорит о церкви Божье Слово, что по окончании пути всем нам предсудилище Христово должно неминуемо пройти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал. Скажет, я всего на чашку чая у тебя просил, но ты не дал. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме, исцели меня от слепоты, чтобы я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты. Аминь.